Приветствую, друзья. Как всем известно, компания Knowledge Zenith выпустила уже как минимум три модели магнитопланарных наушников и все они без исключения стали хитами своего ценового сегмента. И действительно, всего за несколько тысяч рублей получить настоящий изодинамический звук – это какой-то нонсенс. Причем в КЗ и не собираются останавливаться, постепенно оттачивая настройку за счет не только пассивных, но и активных электронных компонентов. В остальном же здесь тот же 13,2 мм излучатель, открытая конструкция задней крышки и просто невероятно подробное звучание. О них сегодня и поговорим. Собственно, КЗ-PR3. Поехали. Пришли наушники в знакомой всем коробке с изображением героев обзора и перечнем их технических характеристик. Из важного отмечу довольно низкий импеданс в 15 Ом и чуть подросшую чувствительность равную 98 дБ. В комплекте идет инструкция, пара пенок и набор черных силиконовых амбушюр с насечками. Нормальные насадки можно пользоваться. А вот по кабелю лучше промолчает сопротивление на левом ухе достигает 4 Ом. Куда такое годится? Для тестирования, естественно, предпочел TRN Red Chain. Сами же чашечки выглядят просто сногсшибательно. Абсолютно прозрачная внутренняя часть и просто гигантский излучатель внутри. Вся задняя и внешняя части полностью прикрыты металлом и содержат на себе множество отверстий, собственно и обеспечивающих нам ту самую открытость конструкции. Сидит модель удобно. На звуководе есть специальный выступ для удержания амбушюр. Ну а еще важнее, что внутренняя часть тут пластиковая. А значит ими комфортно будет пользоваться не только жарким летом, но и суровой русской зимой. Вот так, друзья, это все и выглядит. По измерениям у нас довольно вальяжный по скорости затухания импульс. Небольшие расхождения между каналами и искажения в пике достигающие четырех с половиной процентов, что конечно же многовато. Фаза ведет себя естественно, а затухания на тридцать и шестьдесят децибел не дают даже не особо значимых возмущений. По АЧХ же мы имеем подъем низких частот на девять с половиной децибел с пологим таким заходом на середину. Аналогичные амплитуды выделения области разборчивости, легкий пик на имитации ушной раковины, еще один на усиление резкости звучания и серия на десять с половиной, пятнадцать и шестнадцать с половиной килогерц, дабы в значительной степени подсветить, ну или просто улучшить протяженность на самых верхах. В сравнении с PR2, как видите, нам немного прибрали бас, подтянули линейность и зачем-то подняли верха. Улучшения, как на мой взгляд, весьма сомнительные. По своему же характеру звучание здесь быстрое, техничное, с хорошим таким уклоном в нейтральность, разделением и прорисовку нюансов. При этом сразу расставлю все точки над И. С наушниками за условные 50-80 долларов они в принципе могут поспорить, но против решений за 150-200 долларов им уже не устоять. То есть, и тут я согласен, КЗПР3 играют гораздо дороже, чем стоят, в легкую выходя против такого монстра, как Тэнкзо Фуду. Но это их, так сказать, самая верхняя граница. У меня сейчас много чего есть на руках и, поверьте, я потратил достаточно времени на сравнение. На фоне чего-то значительно более дорогого героям обзора не хватает сущности, объема, глубины и мелодики. И это не вопрос к данной модели. Все то же самое, я могу слово в слово повторить относительно такого хита, как Тэнкзо Фуду. Просто бюджетный звук он изначально слегка пресный, простой, без особых претензий на музыкальную достоверность, с практически зачаточной насыщенностью и прорисовкой, например, задних планов оркестра. По этим параметрам сразу понятно, что у нас в руках не топ и даже не средний сегмент. Исключений на моей памяти было всего 5 или 6, но и там были свои, просто другие особенности. Ну и по традиции напомню, что в PR3 установлен настоящий изодинамический, в частности магнитопланарный драйвер с открытой системой задней крышки. А следовательно, усилителям нужен где-то на 120 мВт мощности, в пересчете на 32 Ома нагрузки, а лучше еще больше. Наружу они играют не сильно, но их все-таки немного слышно, как и вам будут слышны элементы окружающей вас обстановки. То есть это решение не очень подойдет для метро, уж нового мониторинга на студии или, скажем, прослушивания музыки в самолете. Разбирая по частотам, здесь быстрый текстурный, но не сильно глубокий и не особо выраженный по амплитуде бас, подчеркнутая нейтральная с хорошей прорисовкой и динамикой серединка и столь же выраженные. С прекрасной протяженностью высокие частоты. По структуре верха являются логическим продолжением середины, но чтобы обратить на них ваше внимание, данный диапазон чуть-чуть приподняли по уровню, подсвечивая тарелочки и другую перкуссию. Они, конечно, слегка хлипковаты, но какой-то особой массивности тут нет даже на низах. Зато звук предельно собранный, открытый и чуть ли не идеально чистый. Если вы никогда не слушали ничего планарного, то данные наушники легко вызовут у вас так называемый вау-эффект. Все реально очень серьезно, сдержано, с достаточно корректной настройкой, высоким разрешением и минимумом окраса. Музыкальность и выразительность здесь только та, что изначально была заложена в музыку. Что с одной стороны вроде как и правильно, а с другой, без некоторого трамполина на этих элементах, звучание может показаться вычерным, немного пресным и склонным скорее к вдумчивому вслушиванию, чем к бешеному восторгу и желанию пустится в пляс. Сцена тут находится на вполне корректном от слушателя расстоянии, то есть без излишней интимности. В плане стереобазы все в принципе корректно, очень неплохое позиционирование объектов в пространстве, да и масштабность получше, чем у дорогущих Apple Magic One. В прямом сравнении с указанными выше тензу фуду герои обзора мне показались мягче, тоньше, слегка агрессивнее и заметно так прозрачнее. Верха у PR3 гораздо чище, резче и менее аналоговый, хотя тоже без грязи, рези и сибилянтов. Фуд уже чуть темнее, жирнее, басовитее и с немного лучшим раскрытием мелодической составляющей. Впрочем, тем кому нравится, чтобы все было предельно четко, драйвово и просто сверх технично, вне всякого сомнения, выберут именно PR3. Фуду тоже сделаны в подобном ключе, но они закрытые и к тому же динамические. Из других моделей герой обзора чем-то похожи на дуну Falcon Ultra. Но сравнивать тут, откровенно говоря, нечего. Последние примерно в 11 раз дороже. Ну и что-то близкое есть у них 7 герц скринекла Zero 2. Они столь же тугие, нейтральные и не особо экспрессивные. Впрочем, у Zero 2 тоже чувствуется динамик, все как-то неестественно зажато и по верхам заметно проще. Между этими двумя моделями PR3 однозначный лидер, тут даже думать не о чем. По стилистике их вполне можно назвать универсальными, однако характер все-таки больше располагает к чему-то электронному или электрическому. Гитары ревут тут просто шикарно, а вот для акустической музыки в данном диапазоне всегда было много условностей. Естественно, слушать можно все, но те же Falcon Ultra приготовят живую музыку гораздо лучше и вкуснее. Сравнивая же с другими планарами от этого производителя прогресс, на мой взгляд, совершенно очевиден. А то, что ценник еще и с каждым годом все ниже и ниже, вообще какое-то волшебство. А КЗ Костор или Крила лучше даже не вспоминайте. Они в значительной степени уступают PR3 в плане однородности, согласованности и непосредственно баланса частот. Итогом, планарные наушники KZ PR3 реально показывают класс в своем ценовом сегменте и способны даже посостязаться с куда более дорогими Tanks of Food. Но лишних иллюзий все равно строить не нужно. По характеру они очень быстрые, техничные, с уклоном в нейтральность, разделение и уровень прорисовки деталей. Бас хлесткий, качественный, но без объема и какой-то особенной глубины. Серединка больше про разрешение и позиционирование. А на верхах нам чуть-чуть подсветили тарелочки, дабы добиться своеобразного такого акустического эффекта. В целом же, благодаря своей конструкции, все мега естественно. Собрана с воздухом, отличной динамикой и восприятием пространства сцены в ширину. По минусам я бы отметил мусорного качества кабель, высокие искажения на средних частотах, а также нехватку акустической массы, глубины, насыщенности и вовлеченности в материал. Уж очень здесь все пресно и мониторно. С другой стороны, за 2000 рублей это просто гениально. Те же Pondamon от Celeste имеют гораздо более простую настройку, от чего звучат, прямо скажем, на любителя. Да и другие решения от этого же бренда намного проще. Выбора тут особо и нет. КЗ своими новыми планарами буквально уничтожила всех конкурентов. Но помните, что они очень требовательны к мощности источника. Отличные наушники. Лучше за 2000 рублей. Вы точно ничего не найдете. Можно смело брать. А на этом, друзья, у меня все. Это были наушники КЗПР3. Не забывайте, что у нас есть группы ВКонтакте и Телеграмме. Обязательно на них подписывайтесь. Всем, друзья, добра!